Продолжение следует... Здравствуйте, уважаемые коллеги. Привет, онлайн-трансляция. Поговорим о продуктовой разработке и маркетинге на больших поисковых данных. Ну, если честно, это больше даже доклад о том, вот за нами следят здесь, не знаю, Visa и MasterCard за нами следят, Google за нами следит. И как бы, можно ли для себя вот часть этой слежки немножко отжать и сделать ее частью, ну, как бы, ну, своей пользы для своего продукта? Об этом поговорим. Проблема очень общая. Кстати, вы наверняка должны быть знакомы с этим парнем, когда вы приезжаете в Викторинбург. Это Сергей Багунец. Так вот, 72% продуктов оказывается не приняты рынком. Это достаточно, ну, может быть, не самая свежая статистика, просто обозначим проблему. Все с ней знакомы, я думаю. И на 42%, то есть каждый год есть какие-нибудь новые-новые исследования. И вот, например, CB Insights говорит о том, что в этот раз это из-за отсутствия спроса. Ну, как и в прошлом году, и, кстати, и в том, и так далее. Что делают со спросом? Для того, чтобы оценивать, проводят часто Customer Development и обзывают его CastDev еще у нас. Используют качественную и количественную социологию. И вот есть такой мужик, его зовут Боб Дорф. Он написал Customer Development Manifesto. И там первый пункт, типа, никаких фактов нет внутри вашего здания. Пожалуйста, идите на улицу, в коридор, там еще куда-нибудь. Возьмите человека за руку, пытайте его, пока он не сдастся и не расскажет вам что-то. Но есть интересная книга, которая для меня стала вообще началом такой социологии на больших данных. Там очень интересно рассказывается о том, ну, то есть мы все знаем, что интервью – это здорово, но это субъективные ситуации, в которых бывают люди, врут. Даже не то, чтобы врут, а говорят неправильные ответы, например, социально одобряемые. Мы же хотим узнать то, что хотим узнать, мы не хотим просто услышать социально одобряемый ответ. Об этом, кстати, чуть позже будет интересный пример. И Сет Стивенс Давидовас написал книгу, она называется «Everybody lies», и она ровно об этом, о том, что все лгут. Он изучал разные аспекты социологии на больших данных Google Trends в Штатах. Это было не так давно, в том числе он анализировал, почему он победил Трамп. То есть, например, он говорит, ну вот вы приходите на интервью, и вас спрашивают, ЛГБТ вы или нет? И вы такой, типа, а как лучше ответить в данной ситуации? И он говорит, а вот вы расист или нет? Какова вероятность, что вы, даже если вы расист, дадите ответ положительный на таком интервью? И исследование, когда он брал и вот эти темы, то есть расизм или там ЛГБТ, атрибутировался блоками ключей поисковых. Он такой, ну, значит, у нас на самом деле там в стране 40% расистов, условно, versus 12% из официальной социологии. Поэтому, например, у Трампа было больше шансов на выборах, потому что, ну, то есть, может быть, он знал об этом, может быть, использовались такие или схожие технологии, но вот сама суть. Проблема продуктовая заключается в том, что от того, что люди наврут в интервью, зависит успех нашего продукта. И если они наврали вначале, даже немного, то потом, со временем, с тем, как мы все это, ну, все это обрастает данными, цифрами, эта ложь только увеличивается экспоненциально, это большая проблема. И есть интересный факт. Цифровой след человека честнее самого человека. То есть, если в субъективной ситуации интервью мы отвечаем на вопросы, ну, мы говорим, может быть, социально одобремые вещи, то есть не то, чтобы неправду мы говорим, но не то, что хотел бы услышать, например, там, интервьюер. То, кстати, Стивенс Давидович говорит, что вот когда человек оказывается в такой ситуации, когда он такой, я пошел гуглить в темноте, у меня есть только, не знаю, там, моя клавиатура, больше никого нет, экран Google, и все мои самые сокровенные, там, не знаю, тайны, я могу сообщить в поисковой строке, и я не буду врать, потому что я ищу то, что я хочу, у меня нет никакого смысла искать то, что мне не надо, то есть я ищу только то, что хочу. И вот в этом докладе будет тема рассматриваться про получение пассивного дохода, небольшая реферальная программа будет, это шутка. И когда мы исследовали эту тему, мы нашли интересный кластер запросов, то есть в Штатах получить пассивный доход можно, попросив у своего парня деньги, вот есть на экране пример. То есть вот этот вот ключ, how to ask your boyfriend for money, как раз ассоциируется с тем, вот как на самом деле обстоят дела, ну то есть как вот, есть такое понятие shared thinking в английском языке. И вот если есть просто shared thinking, то есть то облако мысли, которое разделяет общество, то есть digital shared thinking. И вот в нем, в нем одним из способов получения пассивного дохода является попросить денег у парня. Что странно, там нет, например, попросить денег у девушки, типа не подумайте, что я сексист, ничего подобного, просто люди такие. То есть запросы частотности вот конкретно про парня и деньги, они попадают сильно чаще, чем наоборот. Сказали бы вы девушке на интервью, что это один из неплохих способов получения пассивного дохода, вот сознайтесь. Кто-нибудь говорил так? Хорошо, я понял. Никто не говорил. Те, кто смотрят онлайн, все кивают, нет, говорят. Но получается, что правдивые ответы можно взять из поиска, потому что, ну, есть поисковая машина. Она устроена так, чтобы отвечать на наши вопросы. Мы вводим свой вопрос в поисковую строку, получаем ответ. Но, к сожалению, понятно, что вот в сером виде поисковая выдача не подходит для того, чтобы делать customer development, хотя она немного напоминает качественные методы. Она такая, ну, то, о чем ты спрашиваешь, это примерно об этом, чувак. И ты такой, окей, хорошо, спасибо, Google, ты мне очень помог. Но если взять обычные достаточно атрибуты ключей, ну, то есть воспользоваться инструментом типа HF, кстати, там ваш любимый, а там называется там Marketing Toolkit сегодня, может быть, вы фанат Simrush, или может быть, вы фанат, ну, в общем, вы понимаете. Можно посмотреть на то, какие есть по каждой странице ключи, как часто их запрашивают в месяц, как сложно по ним ранжироваться органически, и какая конкуренция по ним в платном поиске. Я понимаю, вы все это знаете. Наверняка вам приходилось видеть эти цифры или пользоваться ими, но их можно использовать и для кастдева, то есть здорово, есть какой-то ключ, например, его запрашивают 10 тысяч раз в месяц. Типа уникальные люди, об этом спорят примерно половина интернета последние 10 лет, не будем об этом. Но мы можем применить какую-то систему, взять какой-то фреймворк для того, чтобы мы брали только те ключи, только то знание, которое нам нужно для того, чтобы улучшать свои продукты, или проверять какие-то гипотезы, или, например, узнать, узнавать, вернее, как в сознании аудитории отпозиционированы определенные вещи. Сейчас поймем, о чем я. Вот нам нужно два фреймворка. Первый – это Value Proposition Canvas, или шаблон ценностного предложения, связанный со стервайдером, месье. И второй – это лестница узнавания, которую связывают, на самом деле, с разными людьми, но будем назвать ее лестницей Ханта, наверняка вы тоже о ней слышали. В Value Proposition Canvas нам понадобится для того, чтобы составить семантическое описание нашего продукта. То есть мы хотим, чтобы наш продукт был штука, которая делает X, например. Нас устроит вот это. И с другой стороны мы возьмем лестницу узнавания для того, чтобы распилить это на запросы формата, что такое X, как это делать, как именно это делать, какими конкретно способами и каким конкретным лучшим единственным способом. То есть это во внешней воронке такой кастомержоний, который поделен на уровни, на сегменты по теплоте от холодного к теплому. Вот на слайде написано там сложнее, когнитивный процесс человека, но это действительно так. Итак, с этапами поговорим. Какие есть этапы? То есть мы делаем для нашего продукта. Почему здесь написано «продуктовая гипотеза»? Здесь имеется в виду, что нашего продукта вообще может не быть. Я такое хочу, штуку, которая делает Y, вот с такими вот потребительскими свойствами. И я просто сделаю для нее VPC, простите, шаблон ценностного предложения. Потом я превращаю каждый элемент шаблона в поисковый запрос. Выполняю поиск, прям иду в Google, такой типа «Google, скажи мне». Потом выгружаю ключи, их атрибуты из какого-нибудь инструмента. Просто мы пользуемся, когда руками то и чревств. Это удобно, не реклама. Совмещаем элементы шаблона с ключами. Ну, то есть у нас есть вот, например, job-to-be-done какой-то. Мы раскладываем, получаем несколько запросов с них связанным. И здесь получаются ключи. Значит, вот это облако ключей у нас ассоциировано вот с этим job-to-be-done. Вот про это. Но это давайте подробнее. Так просто не выйдет с одним списком разобраться. На конкретном примере. Вот есть SaaS-платформа для автоматизации торговли криптовалютами. Вот вы уже поняли, к чему там был Make Passive Income. И есть гипотеза. Если мы транслируем свои ценностные предложения широкой англоязычной аудитории, незнакомой с криптовалютами, то сможем привлечь новых платящих пользователей. В чем особенность ниши крипты? В том, что в ней довольно много тех, кто знает про крипту, и довольно мало тех, кто не знает о ней. О чем я говорю? То есть мы, может быть, хотим привлечь инвестора, который занимается сток-трейдингом или другими видами торгов. И можем объяснить ему через качество инвестиций, или доходность, или что-то еще. Какие-то сроки ему задать. Зачем ему нужно вообще идти, например, в крипту. Разберем две работы. Два Customer Jobs. Один называется Make Passive Income. Второй Trade Cryptocurrencies. Естественно, мы относим Make Passive Income к general сегменту. Совсем не обязательно получать пассивный доход. Хотят люди, те, которые знают о крипте. Совсем нет. И Trade Cryptocurrencies – это как раз про тех, кто уже в курсе про крипту. Они такие, есть крипта, ей можно торговать. Если соединить две эти вещи, возможно, получится что-то классное. И возьмем запросы специфические. Попробую воспользоваться указкой. Это видно? Окей, класс. То есть, уровень лестницы может называться или How To Template или Solution Aware. Это когда мы, например, не просто Make Passive Income рассматриваем job, а конкретное место в воронке внешней по теплоте называется Passive Income Guide. Когда я уже такой, слышал про пассивный доход, в принципе, представляю, что это такое, хотел бы конкретную инструкцию пацаны получить. Вот я спрашиваю, например, что-то подобное. И, с другой стороны, мы используем холодный What или там Awareness, как хотите, уровень для крипты. То есть, мы просто прямо спрашиваем, что такое торговля криптой. То есть, мы находим, мы ничего не знаем про проблему, мы просто начинаем спрашивать. И начинаем спрашивать у Гугла. Мы прямо идем туда и вводим. У нас, правда, может быть, целевая география разная. Нужно отметить, что если мы, например, работаем в US-географии, то лучше, чтобы у нас там выдача была в US, VPN. Если вы из России сидите, то был настроен на US. И просто гуглим эти вещи. Passive Income Guide – левая. И What is Crypto Trading – правая. Напомню, вот эта штука для тех, кто не обязательно знаком с торговлей криптой, а это для тех, кто точно знаком. И интерес в чем? Что действительно поисковые машины отвечают на наши вопросы, но технически они в ответ дают нам URL. Просто семантика, которая ассоциирована с этим URL, помогает машине ответить на вопрос человека. И плюс к этому получается интересная штука. Когда, например, ну то есть поисковики довольно умные. Доля, например, Voice Search'а в Штатах достигла сегодня 30%. И то есть есть какой-то человек, и он такой, привет, Siri, расскажи, пожалуйста, мне сегодня, как узнать, как получать пассивный доход. И вот это вот, long tail вот такой, и поисковики умеют превращать в очень понятный для себя в своем графе запрос. И поэтому особенность еще одна, что вот эти вещи мы можем даже не, как бы, не формулировать правильно. Нам Google поможет. То есть он такой, ну я же знаю, о чем ты спрашиваешь. Вот на самом деле тебе нужен этот ответ. И, окей, у нас есть ответы в виде URL. Урлов или URL. У нас, вот мы можем посмотреть, вот здесь есть график специально, click-through рейта в search'е в органическом, для того, чтобы было понятно, что нас на самом деле устроят там топ-3, топ-5 урлов. Вот здесь в примере используют топ-5. Можно идти дальше. Так, я немножко поправлю микрофон, но класс. Вот. И есть отдельно для passive income guide URL, есть отдельно для what is crypto trading. То есть если мы хотим какое-то масштабное исследование сделать, окей, возьмите 10, 20, можно, но только не руками, пожалуйста. Вот наша задача сейчас осознать, как все это можно прямо взять и сделать для своих каких-то продуктов, гипотез и так далее, чтобы это все можно автоматизировать, это все работает, но вот больше, пожалуйста, пяти позиций первых. Если вы делаете это руками, не берите, это очень больно. И, пожалуйста, нет. Вот. Дальше мы хотим сделать выгрузки органики по этим ключам. Простите, пожалуйста, по этим урлам. И почему именно они? Потому что, окей, у нас есть, например, пять адресов. У них есть там мета-данные, там, если это HTML-страница, есть там мета-титл, мета-дескрипшн. Все как бы классно, вроде бы понятно, о чем эта страница, но мы не знаем ни на какой сущности, связанные сразу с кучей людей, которая помогла бы нам сказать, что, вот, например, одновременно 50 тысяч человек, когда спрашивают про это, имеют в виду, вот, например, вот это. И когда мы смотрим на ключи, где-то здесь есть дальше пример, буквально. Вот, например, наш passive income guide. Что мы видим, да? мы здесь сделали некоторую часть работы, тихонько, пока шла презентация. Мы совместили по, ну, с помощью обычного лука, по спрашивайте, по урлам, как и по индексу, ключи с нашими запросами типа passive income guide. Что мы видим? То есть, мы видим, что вообще-то, как бы вот в этом digital shared thinking, пассивный доход, связан, например, с идеями инвестиций. Мы не спрашивали у гугла, как мне инвестировать. Мы такие, как получать пассивный доход? И он такой, ну, я же уже знаю, со мной общаются каждый день миллионы людей. Я знаю, что когда нужен пассивный доход, речь идет об инвестициях. Или, например, ну, это очень похожая штука. Или, например, появляется там еще одна интересная вещь. Это income generating assets. То есть, я уже знаю, достаточно много людей, меня 1200 спрашивают в месяц. Ну, в смысле, я им отвечаю таким образом, этим ключом, на вопрос о получении пассивного дохода. Я говорю, есть такие ассеты, которые ты купил, чувак, и они тебе приносят потом прибыль. Сколько там, разбирайся с разными ассетами. Ну, мы понимаем, что, например, не забываем про наш пример, там, это торговая платформа, это и investment idea, в принципе, и income generating assets, если посмотреть иногда на курс битка. А еще есть интересная особенность. Все такие, ну, я, в принципе, хочу в passive income. Ну, можно, пожалуйста, попроще? Google, как-нибудь, какой самый простой способ? И мы видим, что здесь прямого, например, упоминания криптовалют нет, там, торговых платформ нет, но зато это непосредственно связано с нашим продуктом по смыслу. То есть, вот одна из работ, которая связана с этим, из VPC, из нашего, из шаблона ЦП, это получать пассивный доход. И мы здесь не видим, например, ничего про крипту пока. И могли бы с этим прийти сюда, потому что income generating assets, for instance, это очень полезная вещь. С другой стороны, мы видим, что когда мы уже начинаем, даже самый-самый-самый холодный уровень берем, типа, криптотрейдинг, что такое? И нам Google такой, чувак, это Binance. Ну, то есть, получается, что есть такие сущности, ну, брендовые, да, в данном случае, которые уже даже на самом-самом холодном уровне присутствуют. То есть, конкуренция очень высока. По другим этапам воронки она будет еще выше. То есть, получается, что Google сегодня уверен, что когда человек спрашивает, что такое криптотрейдинг, он хочет знать ответ Binance. Google такой, ну, в большинстве случаев это Binance, чувак, есть, да, есть собственная криптовалюта, есть волатильность, которая очень часто связана с деятельностью, там, не знаю, например, алготрейдинговых платформ. И вообще-то есть Binance, пожалуйста, обратите на него внимание. И это значит, что, ну, то есть, это, не знаю, как это, в терминах океанов, если будем рассуждать, конечно, это скорее алый, чем голубой, ну, а тот вот поинтереснее. Какие еще есть выводы? По вот этой внешней воронке в лестнице узнавания, чем мы ближе находимся к целевому действию, у меня просто право здесь, у меня вот слева направо так воронка нарисована, в уме, тем ниже поисковый объем будет по кластеру ключей, и тем выше средний CPC, то есть, чем мы приближаемся, приближаемся, приближаемся к целевому действию, тем выше конкуренция становится, и тем меньше людей, на самом деле, сейчас знают об этом. То есть, если много-много-много людей знают о том, что такое там криптовалюта, то сильно меньше людей знают о том, что такое грид-трейдинг, например. И, ну, вот третий пункт мы с вами обсудили, потому что мы видим вхождение брендового ключа на самом-самом холодном уровне лестницы. Конкуренты там есть. По запросу по теме пассивного дохода мы увидели, что, ну, сами темы очень связаны с нашим продуктовым семантическим описанием на основе шаблона ЦП. Это плюс. Как и упоминание об инвестировании, о сетах, генерующих прибыль и всем таком. Итак, вот у нас есть эгрегированная статистика по двум, ну, скажем, нашим человеческим запросам. Один из которых это Passive Income Guide, и второй What is Crypto Trading? И мы видим, что, ну, они, правда, не совсем про одно, то есть сравнивать их напрямую я бы не стал, но тем не менее мы получаем, что вот здесь у нас достаточно много поисков в месяц, здесь их меньше. Там, не знаю, здесь одна конкуренция, здесь другая, органическая и платная. Но это всего два элемента. Мы поговорим чуть позже о том, сколько их на самом деле нужно. Но для чего это пригождается вообще? Например, это нужно для того, чтобы оценить уровень спроса и конкуренции. Вот у меня нет сегодня никакого продукта, я такой, блин, было бы здорово сделать продукт, который делает X. А как узнать, кому он нужен? Много таких людей или мало? Есть они или нет? Можно попробовать сделать это. Также уровень конкуренции, то есть если кто-то готов платить за ваши ключи на какой-то там, на каком-то ступени, на какой-то ступени воронки, значит, конкуренция есть, значит, для кого-то эта воронка работает на деньги. Еще можно понимать, как в сознании, аудитории называются вещи. то есть, о чем это? Это о том, что вот когда мы говорим, хочу получать пассивный доход, Google такой, я уверен, что в большинстве случаев парень, это про инвестиции. И ты такой, ну да, может быть. То есть, если есть шаблон ЦП, мы знаем, например, из лекции Миши Руденко, что лучше не относиться к нему, как, не знаю, к священной корове, лучше его итерировать. И вот мы такие, ага, то есть, мы ближе к инвестициям находимся, можно оттуда пока выпилить прям напрямую про доход и, например, добавить про инвестиции или поменять, то есть, смотреть за тем, как вообще это меняется. А еще, мы же ключи собираем, кучу ключей насобирали, это значит, можем позариматься с помощью SEO-оптимизации, контентом, стратегией. И плюс их будет в том, что мы же пользовались топ-5 выдачей, если вы помните, а это значит, что достаточно чистое будет ядро. То есть, нам не будет этого мусора, этого там Gmail-логин, вот этого, который мы все любим. Если кто знает SEO, конечно, вы в курсе. Вот, то есть, у вас есть большое-большое, чистое, супер относящееся к вашему продукту ядро. Как это говорят в Лондонах, laser-focused on your product. Класс. И на основе вот конкретно этих данных, из примера, которые мы рассматривали, сама платформа решила разработать экспертный информационный продукт. То есть, и разделить его прямо на уровне знания. То есть, там есть beginner, есть intermediate, есть advanced, и каждому мы рассказываем про разные. Одному там, например, про make passive income, второму про grid trading, третьему про вот еще что-то. Эти люди могут либо быть зарегистрированы в продукции, либо нет. И для тех, кто уже там зарегистрирован, можно это все отгружать там в email-канале, где-то в середине воронки. А для тех, кто еще не зарегистрирован, можно там настраивать страницы под SEO-трафик и привлекать их. Вот. Там достаточно strict NDA. Больше сказать не могу, но если вы подойдете ко мне в экспертной зоне, возможно, мы пошепчемся с вами о чем-нибудь. вернемся к тому, сколько нужно всяких гейнов с пейнами и прочих джобов. В общем, смотрите, из опыта просто. Вот если мы хотим руками что-то оценить, достаточно шаблонов, в котором есть 24 элемента. То есть, там всего 6 частей, в каждой из них посчитайте, сколько должно быть штук. И при таком объеме данных можно реально собрать руками. Просто дальше это больно очень. Или вам придется прожить 2 недели с прошедения, не советую. Или автоматизировать, конечно, если есть такая возможность. Что можно получить? Здесь еще ядро, которое финальное получается. Здесь гораздо больше, чем на 4 элемента, на самом деле, вот в этой картинке. Но общий смысл понятен. То есть, можно найти, сколько аудитории с каким уровнем конкуренции органической и платной находится на разных ступенях воронки, по какой-то штуке. Ну, то есть, по смыслу, связанной с нашим продуктом. И еще интересный момент, о котором я решил сначала не говорить в презентации, но я решил все-таки вспомнить сейчас. Это вот когда мы получаем такой корпус смыслов о том, что говорят там в интернетах про наш продукт, в этих вот урлах, которые мы собираем, есть еще и, например, какие-то домены. То есть, мы, короче, можем получить даже продукты, конкурирующие с нашим по смыслу, по нарративу, когда мы запускаем продукт и нас кто-то спрашивает, вот у вас сейчас кто конкурент? Вы такие, вот эта компания, та, та, та и вот это. На самом деле нет. На самом деле ваши конкуренты все, кто говорит с аудиторией о похожих дробах, о похожих гейнах, о похожих пейнах, потому что вы же создаете контент, конкурируете в контенте очень часто в информационном поле, и значит, у вас есть типа возможность или примкнуть к ним, или наоборот. Да, вот о чем я уже сказал. Если десяток другой гейнах с пейнами, на определенных этапах очень большие начинаются данные, когда семантику вы все-таки решите отфильтровать, поскольку эта задача семантическая, в ней используются алгоритмы анализа натурального языка, и для того, чтобы все это быстро считать, чтобы не мучить свой лавтоп, вам лучше понадобится какая-то инфраструктура, например. Если, то есть вы действительно хотите изучить там класс, хочу там, а, еще, кстати, один плюс этой штуки, вот у вас есть семантическое описание продукта, и вы, например, хотите выйти на новый рынок, и вы так, окей, то есть то, что у меня было продукт, который делает x, превращается в product that does x, и в принципе на любом языке существует ваше описание продукта, и значит на любом языке можно получить семантическую модель, которая связана с тем, что в голове вашей аудитории на тему ваших ценностных предложений. Окей. И еще одна штука, вот, это я уже там под конец делал, но это интересно. На самом деле, если у вас есть готовый продукт, и вы просто занимаетесь там его улучшением, или может быть market share растите, еще как-то, то наверняка есть из органики какие-то точки входа, страницы, которые ведут, например, клиентов на определенный тарифный план. и, например, это люди, которые имеют, там, не знаю, лучше всего, выше у них там LTV, или там ниже чернрейт, или они в принципе классные, вот какая-то когорта чуваков, которые, ну, мы знаем, что приходят через, ну, три статьи на сайте. То есть, получается, и у нас почему-то есть цель, там, в течение квартала, или может быть, там, короче, привезти больше таких людей. Что можно сделать? Можно взять, ну, имея, в смысле, вот корпус материала, о котором мы сейчас говорили, можно взять только те ключи продукта, которые как бы с ними связаны. То есть, у нас есть, сейчас мы говорим даже не о продукте, есть как бы ICP, да, внутри вашей системы, есть какой-то профиль кастомера, и с ним связано облако ключей. И с помощью, есть такая штука, алгоритмы семантической похожести, можно вот в этом облаке, который вы собираете, найти похожие ключи, по смыслу похожие ключи. То есть, не просто там, как по маске, там, или еще как-то, а именно вот связанные с той же проблемой. И оттуда предполагают, сколько вообще, там, не знаю, в интернете, в определенной зоне есть людей, которые могли бы прийти на такой, там, тарифный план, стать пользователями внутри этой когорты. То есть, предсказать, какой объем платежеспособной аудитории, предсказуемо платежеспособной, есть в определенной географии для вашего продукта. Давайте перейдем к вопросам на этом. Большое спасибо. Дима, спасибо огромное за доклад. 4 мая была бы офигенная концовка. Но сейчас 14-е, да? Итак, вопросы? Привет, меня зовут Полина. У меня один вопрос. В принципе, в терминах джобсов все это делается ведь и запросами, и сплатных трафиков систем, ну, то есть, то, что смежными запросами решается. Вот эта штуковина, сложная через SEO и органику, работает для того, чтобы оценивать рынок конкретных людях. Это единственная цель, которую я услышала. Мы так углубляемся и усложняемся, чтобы из семантического поля достать объем органики и прикинуть, сколько там реально людей. Мы прикидываем, сколько там людей, которых можно квалифицировать как качественный трафик для нас. Да, да. И как-то их квалифицировать по слоям. Причем, ну, есть же и платный поиск тоже, и он тоже учитывается, и мы знаем, какой уровень конкуренции. То есть, для структуры этого трафика, для каких-то формирования месседжей, для продуктовых штуковин достаточно, мне кажется, работать с тем, что дают Google AdWords и условные ворсии. Но на самом деле это и есть то, просто здесь этого больше. Ну и плюс, можно, как бы, ну, не знаю. Суть та же, но объем увеличили. Объем увеличивали. Понять сколько народу. Да, сколько народу. Какой там, типа, мессенджинг можно использовать на разных посанках для немножко разных групп аудитории. Там, не знаю, вот какой там писать слоган, например, что писать в имейле, какой заголовок у блокпоста. Ну, очень много всего. Вот эти задачи решаются условными простыми интерфейсами Wordstat. А в Organic мы пошли, чтобы понять, сколько народу, так? В том числе, да. Ага, окей, спасибо. Нет, это очень интересно, правда, спасибо, классная идея. Задайте вопрос. Ну что, коллеги, действительно нет вопросов? Все впечатлились? Ну что, коллеги? А, ура. А можно чуть подробнее немножко про роль NLP? Ну, в смысле, как бы, вот того самого распознавания, естественно, языка, где конкретно вы видите применимость этого инструмента? Это используется для того, чтобы, например, разнести автоматически семантику по ступеням внешней воронки. Сказать, что вот здесь человек интересуется тем, что сейчас происходит, здесь, например, интересуется тем, как это делать, дальше интересуется тем, как конкретно. Ну, то есть там, начиная от вот пост-теггинга до как раз семантической схожести, вот такого рода применения используется. Потому что, ну, то есть вот, когда, это, наверное, самая объемная задача, когда есть просто корпус семантики, ее нужно именно разбить по уровню теплоты аудитории. Это руками выполняется очень долго, а алгоритмически сильно быстрее. А генерация текстов? Генерация текста, возможно, немножко, наверное, ну, то есть это проще подключить какой-нибудь, не знаю, контент AI, потом сказать ему, вот, есть там корпус из 10 ключей, которые мне интересны, пожалуйста, напиши там что-нибудь, и вот так, да, то есть, например, да, действительно, SEO-генеративный ландшафт, например, можно выкатить с помощью этой штуки довольно просто. Вы правы. Спасибо. Я знала. Мы знали сразу, что есть вопрос, не надо было нас обмануть, что его нет. Да, наверное, ты как-то использовал поиск, чтобы узнать, что я нахожусь в аудитории, и у меня есть вопрос. Тебе обязательно, наверное, когда. Ну, нет, это не этот вопрос я хотел задать. Я хотел спросить вот что, вот смотри, вот я продакт, и у меня есть, ну, как бы, идеи у меня, как всегда, как говна за баней. Да. Значит, и мне надо как-то их отскорить. И вот, что я не понимаю, послушав этот доклад, а насколько мне придется уработаться для того, чтобы отскорить, ну, пусть у меня, ну, мы такие, я сейчас начну сюжет, а ты продолжишь, да, мы такие собрались командой, и такие, что мы можем поделать с точки зрения нашей там большой стратегии? Написали 20 идей. Они, это пока что просто идей, ну, там, просто, ну, как бы, нам кажется, что это хорошо. Дальше бы мы сделали то, что нам, нас учат альтернатива в начале твоей презентации, вышли бы вот, мне сказали бы, чуваки, у нас тут, как бы, давайте поговорим. И мы знаем, сколько в этом случае придется уработаться. Нормально так. А вот в этом случае, насколько придется уработаться, больше или меньше, и как вообще будет выглядеть сюжет, для того, чтобы отскорить наши идеи. Ну, даже, может быть, это совсем не обязательно идея, то есть у вас может быть... Давай идеи, подожди секундочку. Может быть, может быть, road map, но это же подходит, это же то же самое, например. Но это же близко к идеям, его тоже нужно оскорить. То есть есть какая-то новая продуктовая функциональность, мы об этом говорим. Ну да, это же идея, что поделать, что поделать с нашим продуктом. обычно это... Ну да, то есть, соответственно, мы вот возьмем эти вещи, типа, а как в мире клиента выглядит вот эта новая функциональность, что дело не для нашего продукта. Мы это расписываем, потом мы начинаем, то есть, вот пользуемся инструкцией, наверняка презентация будет в цифровом виде доступна. И оттуда уработаться придется, наверное, в течение, там, дня, может быть. Технически чисто. То есть, у тебя есть мысль, что уработаться придется меньше, чем если бы вы вышли на улицу и, типа, или, например, серьезно меньше? И насколько одно заменяет другое, по-твоему? Я бы сказал, что вообще это микс-метод, если там прям научная выражация, социологический. И то, что начинается с качественного метода, это тоже хорошо. Если есть возможность поймать двух человек в коридоре, вот можно с этого начать. Но потом, под то, что они скажут, можно быстро количественную основу подвести. И особенность в том, что, ну, вот это как провести, например, там, условно-глубинное интервью, потому что у нас есть вопросы, условно, там, на основе шаблона ЦП, да, сразу, не знаю, с миллионом людей. Ну, с миллионом людей сложно проводить интервью, уже, наверное, в коридоре. Окей, в смысле, я вот, понимаешь, я хочу себе представить такую штуку. Вот у меня есть продакты, да, я, значит, как бы в разных там компаниях, где я работаю, в разных контекстах. И я понял, что ты моим продактам примерно говоришь. Ты говоришь, чуваки, вы когда поговорили с, ну, провели, значит, глубинки, когда к вам пристает там кто-нибудь, типа, короче, директор по продукту, трекер, директор, SEO, whatever, инвестор, и такой, чуваки, супер, рынок какого объема, то, короче, вот возьмите этот супер пылесос и ответьте на этот вопрос. Ну да. Сколько работы? Я говорю, работа, наверное, день. То есть, вот так, в таком информате, как мы озвучивали, типа, 24 элемента VPC, даже сходу можно попробовать сделать за день. День на одну идею или день на все? Если 20 идей, 20 дней? Ну, проще собрать из идей, типа, один VPC, короче, обозначить, тегнуть в каждом, там, есть такая возможность, сказать, что вот это относится к этой идее, это вот кто идея, обработать все разом, будет один VPC, ты сейчас говоришь, если у вас есть много идей, то, как бы, не надо делать это 20 раз, нужно один раз сделать до 20 сетей и, типа, сэкономить усилия. Да, конечно. О, супер, я понял. Я понял. Ну, нет, самому будет делать. Еще что-то? Друзья, еще вопросы? Я понял, что ты делаешь, да? Ой, как сложно, так как сложно. Да просто сейчас обед. Я, кстати, это еще было одно объявление, а следующее, по-моему, событие, это обед, и поэтому лучше не задавать вопросы. Некоторые решили такие, блин, я лучше поем, я думаю. Но определенно, точно вопросов нет? Что же нам делать? Есть. Есть. Вопрос. Есть в смысле идти? Есть. Здравствуйте, меня зовут Никита. Такой вопрос. Можете рассказать о каких-то сексесс-историях? Вот что вы с помощью этого реально нашли, поняли, сделали? Какие-то открытия, какие были? Здравствуйте, Никита. Есть еще одна история, например, то есть вот когда есть отрасль, например, новая, которую мы очень мало знаем, тоже в Штатах была такая штука, нужно было там разобраться с отраслью телемедицины, и мы знали там, наша платформа умеет, например, безопасно хранить медицинские данные, и нам нужно было знать, как это вообще называется. Ну, то есть понятно, что мы, это достаточно легко узнать, но просто вот, а какими разными способами это называется? И мы пошли, также сказали в Google, там, Google, скажи нам, вот мы хендали медицинские данные, как это все называется. И в ключах, в итоге там, продуктового характера мы нашли там всякие хипо-комплайн, клаун-сторейдж, там все вот эти вот SaaS и прочее. То есть вот на первом этапе это используется для того, чтобы лучше узнать о том, как вообще это называется. На втором этапе это может использоваться для того, чтобы понять, ну, какой трафик мне привести, чтобы он, с точки зрения моего продукта, был более квалифицированным. Или, например, как мне посчитать объем. Вот был еще один инфопродукт. Это же тоже абсолютно та же история. В принципе, не важно, чем мы занимаемся, фактической функциональностью или там, я не знаю, коммуникационным маркетингом каким-то. И там мы поняли, например, кто конкуренты у одного технологического партнера. Ну, то есть вот есть компания, она technology partner, и они такие, блин, мы вот вроде как знаем, что вот те и те ребята с нами конкурируют, но мы особенные, у нас вот очень сильная система ценностей и культуры. И она вот так вот примерно выглядит. А есть кто-то из технологических партнеров, которые могли бы что-то похожее транслировать вообще? Да, оказалось, есть. И точно так же, например, а какие, а куда нам пойти с нашим вот этим всем, ну, с особым видением, да, процессов, в какие медиа, чтобы пиар был классный. И это тоже можно узнать, ну, потому что, типа, вот это вот облако смыслов, оно на каких-то сайтах, в том числе, тоже содержится информационных, а значит, ну, да, они с одной стороны конкурируют, но если это медиа-сайт, ты приходишь с такой, ну, можно вот от нашего имени статью, пожалуйста, они такие, ну, в принципе, да, ну, то есть, если они находятся в поиске, в хорошем месте выдачи по определенным ключам, значит, эта тема актуальна для их портала. Вот это еще одна. Там вот слева еще есть. А, еще есть? У меня быстрый вопрос, а скилл карма, это вы обсуждаете, да? Да, да. Я придумал прикольный вопрос про фич-листы. Вот это очень важно, особенно в интерпризе, когда ты создаешь большой продукт с кучей функций, как оценивать фич-листы вашим методом, да, и как бы какие выводы можно сделать на основе примерно таких исследований. Ну, это же тоже очень похоже, ну, типа на roadmap. Ну, да, да, это очень похоже на roadmap. Единственное, что в интерпризе будет отличаться на VPC, наверное, потому что, смотря на кого работает эта штука. Fortune 500, условно. Окей. Не, ну, я имею в виду, то есть, кто потребитель продукта, то есть, это может быть конечный, например, пользователь, может быть внутренний клиент, там же получается очень много разных слоев. И, например, если мы хотим там в каком-нибудь отделе X с помощью нашего продукта что-то улучшить, наше предложение ценностное будет звучать, мы улучшаем метрику X. А если мы транслируем это дальше, то там вот мы там улучшаем что-то в мире клиента. Но вообще все будет то же самое. как представьте какую-нибудь систему скоринговую, там, RISE, например, и внутри нее просто будет, например, reach, это вот то, что мы сможем достать из данных поиска, и, например, там, не знаю, effort будет связан с уровнем конкуренции, который мы там найдем. Вот и, то есть можно будет поиграть с этими двумя множителями, ну, и отскорить по какой-то привычной системе. Вот, но это подходит абсолютно для того, чтобы, например, отскорить roadmap или feature list. Так, я знаю, что еще один вопрос есть. Илья, спасибо за крутой деклад, а вот еще какие ограничения есть у всей этой методики? В каких случаях не работает? Ну, в случаях, когда вы находитесь, например, на рынке с недостаточно развитой семантикой легко. Ну, то есть, например, может быть какие-то вещи, как отрасли целые, лучше развиты в США, чем в России. И просто у нас, например, в русском языке вы можете там не найти чего-то. Еще, ну, конкретно вот нам бывает сложно, когда, ну, у нас есть сейчас конкретно в работе вот проект один, где нам может придется столкнуться там с арабским языком. Мы такие, ох, это будет сложно. Ну, то есть вот такие вещи. В основном лингвистические ограничения и, в принципе, ну, как бы развитость рынка с точки зрения поиска. Просто все же это началось в Штатах и поэтому, ну, сколько, наверное, лет 30 Google люди рассказывают все о себе и там есть достаточно большой корпус информации, который в том числе есть внутри HFs, потому что сам Google, конечно, вам не скажет. Ну, вот, например, я могу сходу придумать два таких серьезных ограничения достаточно. А оставшиеся ты расскажешь уже в экспертной зоне. Добро. Да. Время на вопрос у нас закончилось. Собственно, какой вопрос лучший? Кому достается кошелечек? Вот мне понравилось про фичер-листы из Enterprise очень-очень классно и про их приоритизацию. Пожалуйста. Сейчас у нас спасибо огромное за вопросы, за доклад. Перерыв на обед длительностью один час. Кто оффлайн, можно выходить, собственно, в зону. Кто онлайн, не переключайтесь. Собственно, там есть ведущий и есть какие-то активности. в зону. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok